Несмотря на резкий тон дискуссии, Россия, США, ЕС и Временному правительству в Киеве все же удалось наметить решение украинского кризиса. Все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены, все незаконно занятые здания должны быть возвращены легитимным владельцам, все оккупированные улицы, площади и другие публичные места во всех городах Украины должны быть освобождены. Правительство Украины подтвердило, что дарует амнистию протестующим и тем, кто покинет здания и другие общественные места, сложив оружие, за исключением виновных в тяжких преступлениях. Для оказания помощи по выполнению намеченных шагов в страну будет направлена специальная миссия международных наблюдателей. Россия, США и Евросоюз уже участвуют в этой мониторинговой миссии, ее состав будет расширяться в соответствии с принятым ранее решением ОБСЕ, ее постоянного совета. И мы будем поддерживать работу этой миссии, еще раз подчеркну, по налаживанию диалога между сторонами, с тем, чтобы шаг за шагом и в комплексе, на основе взаимности, разблокировать различные ситуации. Однако, несмотря на все дипломатические усилия по ослаблению напряженности на Украине, США продолжают делать угрозы. Я дал понять министру Лаврову, что если мы не увидим немедленного прогресса, не увидим выполнения достигнутых договоренностей, у нас не останется выбора, кроме как ввести дополнительные санкции против России. По мнению многих экспертов, маловероятно, что подобная риторика может помочь дипломатическим усилиям. Это отдалит Россию от ЕС и США, в то время как они нуждаются в России гораздо больше, чем думают. Кроме того, это никак не разрядит обстановку на Украине. США возлагают на Россию ответственность за беспорядки на Украине. При этом Вашингтон активно поддерживает киевское правительство, которое ведет борьбу с протестующими на востоке страны. Президент Обама одобрил дополнительную нелетальную военную помощь Украине, включая медикаменты, системы жизнеобеспечения и другие материальные средства. Волнения на востоке Украины начались после того, как два месяца назад в результате государственного переворота был смещен со своего поста законно избранный президент страны. Миллионы русскоговорящих украинцев почувствовали, что могут лишиться прав. Чтобы ослабить напряжение, Временное правительство Украины обещало рассмотреть вопрос о предоставлении восточным регионам большей автономии. Разрешение кризиса на Украине в интересах и Европы, и США, и российского, и украинского правительств. На встрече в Женеве представители Запада стремились возложить всю ответственность за урегулирование украинского кризиса на Россию. Тем временем члены народного ополчения на востоке страны надеются, что когда мировые лидеры говорят, украинцы сами должны решить свою судьбу, они действительно так считают. ГНЧ Чакян, РТ, Вашингтон.